Мы не умеем прогнозировать землетрясение с такой точностью, чтобы этим можно было бы практически пользоваться. У нас всегда был контроль за строительством, за качеством материалов. И дом держит, он весь стянут, как будто его пружина, вот стянули этот дом, и он держится. Прочность зданий на 30% обычно больше, чем на материке. Мне бы хотелось, чтобы Петропавловск, прежде всего, был удобным. По данным специалистов, за последние 70 лет на Камчатке произошло порядка 100 ощутимых землетрясений магнитудой от 4 до 7,5 баллов. Но ни одно из них не довело дома до масштабных разрушений. Сейсмологи часто вспоминают 1952, 59, 71. В памяти и 2006 год. Землетрясение в Валютовском районе наиболее схожее с произошедшим в начале февраля этого года в Турции. По картине было очень похоже. Там оно было поверхностное, огромный очаг, разрывы выходили на поверхность. И все такое прообразовывались вот эти уступы в несколько метров. Камчатка – это часть Тихоокеанского огненного кольца. Вот. Высочайшая сейсмическая активность. Самые сильные землетрясения, которые только можно представить на земле, здесь возможны. Единственное, что нас спасает, немножко лучше, чем в Турции, тем, что очаги расположены в открытом море. Непредсказуемость природы не оставляет вариантов. Только качественное строительство и наблюдение за природой – это все, что мы можем сделать, чтобы обеспечить безопасность. По словам ученых, Камчатка – один из самых сейсмоопасных регионов в России. Поэтому сегодня я предлагаю изучить важнейший вопрос. Какое оно – сейсмобезопасное жилье по-камчатски? Можем ли мы показать миру пример строительства сейсмоустойчивого жилья? Можем, да. Камчатка обладает такими технологиями? Да, Камчатка – да. Сегодня на Камчатке строят по-новому. В основном по индивидуальным проектам из монолитного железобетона. Сейсмостойкость таких домов более 8 и 9 баллов. Прочность зданий на 30% обычно больше, чем на материке. И, естественно, усиленное армирование идет. И поэтому у нас, естественно, ширина фундаментов у нас больше. И поэтому у нас здание устойчивое. У Николая Воронова, например, своя запатентованная технология строительства, которой он пользуется уже больше 20 лет. Там одна стена под лоджиями, а основная стена защищена. И если будет движение, у нас вот эта балка мостовая, как мост, вот через речка, они же длинные, а у нас через 3 метра. Она и дом держит, он весь стянут, как будто его пружиной. Вот стянули этот дом, он держится. И все это сейсмобезопасное жилье? Сейсмобезопасное, да. Любой дом. На Камчатке другой и не построить? А по-другому нельзя строить. Да. Если строить по-другому, это чтобы треснул дом или кто-то пострадал, я этого не могу себе позволить. За последние 5 лет с 2018 по 2023 года на территории края все выведено эксплуатацию порядка 1608 домов с общей площадью 275 тысяч метров квадратных. Большую часть из них это составляют дома индивидуальные. Это порядка 1551 дома, 177 тысяч метров квадратных. И также 57 многоквартирных домов, 98 тысяч метров квадратных. Между тем, основные объекты строительства жилья на территории Камчатки это 90-е годы, когда на территории края функционировал домостроительный комбинат, который выпускал стеновые панели. Объем ввода в эксплуатацию жилых домов тогда был более чем 90 тысяч метров квадратных в год. По результатам сейсмонаблюдений была изменена карта сейсморайонирования по всей стране, в том числе и на Камчатке. И у нас произошло повышение бальности. То есть те площадки, которые у нас до этого считались 8-бальными, они стали 9-бальными. Ну и так, аналогично, с другими площадками. В связи с этим у нас, естественно, те дома, которые до этого считали, что они сейсмостойкие, у них появился дефицит сейсмостойкости. Старая застройка, да. Старая застройка. В 90-е годы, может даже раньше, это было здесь. Значит, раз мы видим контрафорсы, это показатель того, что у здания был дефицит сейсмостойкости, значит, и оно прошло обследование. И в свое время было принято решение, и вот именно эти контрафорсы, как конструктивное решение, они позволили взять здание в жесткий каркас, и тем самым повысили его сейсмостойкость на 1-2 балла. Есть смысл вообще укреплять? Смысл есть. А почему говорю? Во-первых, действительно повышается, то есть это не... Хотя это очень дорогостоящее, но вот, даже могу сказать, вот знакомая, вот она проживает не в этом доме какой-то, у них даже при 4 баллах очень хорошо трясло, потому что здесь немножко песчаные грунты, и здесь дома чувствуют хорошо. Когда начало трясти в следующий раз, она ощутимо почувствовала, что меньше сотрясается здание. Ну вот наши дома на Камчатке выдержали бы землетрясения, ну хотя бы вот той же магнитуды, как в Турции, той же силы? Ну, тут должен специалист, конечно, говорить, но хочу сказать, что так как у нас строительство всегда на Камчатке велось в соответствии с нормами, требованиями, у нас всегда был контроль за строительством, за качеством материалов, то, надо сказать, скорее всего, конечно бы выдержали. Всего в целях ликвидации сейсмоопасного фонда в период с 2009 по 2021 годы построено с привлечением средств федерального бюджета 44 жилых дома, общая площадь порядка 122 тысяч метров квадратных. Из сейсмоопасных домов переселено 2227 семей, выполнены работы по сейсмоусилению 45 жилых домов, общей площадью порядка 126 тысяч метров квадратных. Мы приехали на новый адрес и видим дом новой постройки. Расскажите вот об этих домах. У нас именно идет монолит железобетонный, а на материке, как правило, это газобетон. Он более легкий, он более другие нагрузки выдерживает, но на материке и не нужны те нагрузки, которые у нас. Что касается высотности, есть какие-то ограничения? Ограничений нет. То есть, если, опять же, при панельном домостроении было ограничение, потому что своя специфика конструктива, то монолит, он не дает ограничения поэтажности. Раньше не строили пятиэтажные, потому что они были из панели. А в монолите можно выше и 9, и 12, и 16. У нас в сейсмо-зоне, они должны быть 30 метров. 30 на 30 – это самая несущая способность дома. Но самый несущий – это у нас треугольник или куб. Если раньше существовали государственные проектные институты, такие как Камчатск-Граждан-Проект и Камчат-Гипроры-Пром, сегодня это множество небольших частных компаний. Поэтому камчатские застройщики имеют своих конструкторов в штате. И весь предварительный расчет сейсмоустойчивого жилья проводят своими силами. Это эффективней и надежней. Здесь нужно просто думать о природе, думать о людях, и все получится тогда у архитектора, и у градостроителя, и у управленца. И на построенном Камчатский край останавливаться не собирается. С оглядкой на природные катаклизмы все больше становится популярной комплексная застройка территорий. Как пример, крупномасштабный проект «Дальневосточный квартал» – 120 тысяч квадратных метров жилья.